Службы и ведомства городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном онлайн-заседании оперативного штаба в администрации. Такой выдалась неделя у Люберецких стражей правопорядка. По вседневным задачам полицейских добавилась еще одна – регулярные патрули водоемов. Кроме того, в округе участились разбойные нападения и грабежи. Обращаюсь ко всем гражданам, еще раз быть повнимательнее, потому что участились в грабеже, разбои, кражи, личное имущество, потому что составляющая проснулась после эпидемии. Так что большая просьба, мы продолжаем пока работать в усиленном варианте. Насыщенной была неделя и у огнеборцев. Им предстояло осуществить 60 выездов по сигналу тревоги и потушить 10 пожаров. Пять из них произошли на территории Люберецкого округа. Один пожар произошел в эксплуатированном строении. Люберец, два толстого дома, два. Один в кафе. Люберец, улица авиаконструктора Миля. В результате пожаров пострадавших нет. Чтобы подтопление после дождей не приносили неудобств жителям, в округе создано 4 дежурных бригады. Помощь в устранении последствий Люберецкий водоканал выделил 5 единиц спецтехники. Работают ежедневно. Всего за период с 1 июня 2020 года по 10 июля 2020 года было откачано 7300 метров кубических ливневых стоков. В округе продолжается подготовка к отопительному сезону. Ведется плановый ремонт котельных. Сейчас в работе 14 объектов. В связи с этим горячей воды нет в 600 домах. График отключения разместили на сайте администрации и Люберецкого водоканала. Ремонтируют в муниципалитете и дороги. В рамках работ по ямочному ремонту автомобильных дорог ликвидировано 130 ям общей площадью 148 квадратных метров. Продолжается ремонт автомобильных дорог. Уже завершены ремонтные работы на 32 участках. В единую дежурную диспетчерскую службу на минувшей неделе поступило более 9 тысяч обращений граждан. Все сотрудники по-прежнему работают в усиленном режиме. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.